Ну что ж, друзья, давайте будем начинать. Я приглашаю всех присаживаться. Добрый вечер. Рады приветствовать вас на нашем Amaguru Blockchain Meetup. У нас сегодня для вас подготовлен небольшой сюрприз. Уверена, что многие из вас знают, что 22 сентября пройдет конференция ИПАМ СЭК. В этом году компания ИПАМ исполняется 25 лет, и поэтому конференция обещает быть интересной, насыщенной и пройти в совершенно новом открытом формате. В общем, ожидаются доклады компаний Google, Sitecore, Microsoft и других партнеров ИПАМа. Будет также представлено много крупнейших комьюнити Республики Беларусь, и в том числе блокчейн комьюнити. Так что сюрприз наш заключается в том, что сегодня самые активные участники МЕТАПа, кто будет задавать интересные вопросы, получат бесплатные билеты. Так что призываю быть активными. Ну и я с удовольствием представляю нашего спикера, руководитель отдела R&D компании Merkelion Вадим Хомчик. Спасибо. Так, я нормально слышал, да? Рад вас всех видеть. Спасибо, что пришли. Достаточно много нас здесь сегодня собралось, несмотря на то, что четверг, вечер. Поэтому, ну, разрешите представиться, как уже вам сказали. Меня зовут Вадим Хомчик, я руководитель отдела R&D компании Merkelion, австрийская компания у нас, головной офис там находится. Сама компания, про это я скажу чуть позже, чем занимается. Касаемо меня, пару слов, кто я вообще такой, помимо своей должности. Назову это так, счастливый отец, прекрасный муж. И до этого я работал в СТО в компании Alconost. Не знаю, знаете ли, не знаете такую. Вот, поэтому, ну вот, вкратце, да? Собственно, сегодняшняя наша тема называется корпоративный блокчейн или приватный блокчейн, что, в принципе, фактически одно и то же. Поэтому времени у нас много, его хватает, поэтому я думаю, мы его будем проводить в таком формате, что, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь их сразу задавать. Потому что будет состоять из двух частей, может быть, что-то забудется. То есть, по мере того, как вопросы возникают, вы лучше спрашивайте. И так, касаемо самой компании, наша компания, есть три основных продукта. Это криптовалютная платформа криптовалютной биржи, криптовалютный процессинг и онлайн трендинг аукционная платформа. Подчеркну также, что мы активно ищем талантливых и классных специалистов. Поэтому, если у вас есть желание активно продвигаться в этой теме, работать, и особенно касаемо блокчейн-проектов, то, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам. Будем встречаться, общаться и, возможно, даже работать. Итак, поехали дальше. Собственно, текущий доклад будет сугубо на моем личном опыте, опыте нашей команды R&D. Немножко нестандартный, потому что, насколько я знаю, не так много компаний, у кого много практического опыта именно в контексте применения блокчейна, но именно практического применения блокчейна. Очень много людей говорят про криптовалюты, про майнинг, про ICO, но, честно говоря, лично я не встречал много проектов, которые именно сделаны именно конкретно в группе компаний. Чуть-чуть пару слов еще хотел бы узнать по аудитории. То есть мой доклад будет немного рассчитан идти в два этапа. Первый этап – это он будет касаться некой общей водной части. Мы пойдем из космоса и спустимся на Землю, попробуем практически пощупать, что это такое, то есть что значит использовать блокчейн, что значит его применять в некой корпоративной, возможно, среде. И поэтому вторая часть доклада моего будет рассчитана больше на аудиторию разработчиков. То есть я скажу, что я буду где-то говорить какие-то банальные немножко вещи, может быть, то есть для high-level разработчиков там не будет много прям кода. Я хотел бы узнать, кто является вообще разработчиком. Поднимите, пожалуйста, руки. Нас немного, но в принципе, я думаю, даже те, кто не является разработчиками, им все равно будет интересно хотя бы для расширения кругозора. Собственно, доклад, он в принципе и будет именно направлен, как называется, расширение горизонтов, потому что очень часто каждый из нас варится в каком-то собственном направлении, и чтобы выйти, нужно немножечко, ну, в конце концов, прийти хотя бы на митап или где-то с кем-то пообщаться, чтобы немного узнать немножко большего. Поэтому доклад мой будет именно на персональном опыте, а именно опыте, как мы применили именно блокчейн для наших конкретных задач. В частности, он связан с нашим основным продуктом, это криптовалютный процессинг, и мы используем блокчейн именно для задачи хранения, для проведения всех именно транзакций внутренних в этом блокчейне. О чем мы говорить не будем сегодня? Мы не будем говорить… А? Я это все расскажу. Вот. О чем мы говорить не будем? Мы не будем говорить про… В принципе, мы не будем особо затрагивать тему криптовалют. Мы не будем говорить про, как сделать или выйти на ICO. Мы не будем говорить, как майнить или еще что-нибудь. Ну, опять же, относительно криптовалют. Только сугубо блокчейн, как платформы. Ну что, поехали дальше, да? Веб. Тут интересное слово, да? Веб-1. И приведена цифра. Как вы думаете, что это за год? Ну, то есть, с чем это связано вообще? Есть версии? Пожалуйста. Ну, это вы описали примерно саму концепцию веб-1. А именно сам год. Год с чем связан? Да. Нет, нет, год здесь правильный, 95-й. То есть, а именно, что это за дата, с чем она связана. Ну, не дата, вернее, с чем этот год связан, чем он знаменателен, в принципе. Есть версии еще какие-нибудь? Ну, немножечко, немножечко не так. Давайте я вам помогу. Или, вернее, расскажу. Собственно, 95-й год – это тот год, когда был запущен первый веб-браузер нормальный, да? Netscape Navigator. Может быть, кто-то слышал про него. И с этого момента начался именно популяризация, или, скажем так, веб стал мейнстримом. То есть, именно тот, который мы знаем, в принципе, и по сей день. И до этого, двумя годами раньше, был выпущен еще один браузер, какая-то аббревиатура Mosaic, но он, как бы, не стал популярным. А 95-й год – именно тот год, в котором был запущен Escape Navigator. Дальше поехали. Веб-2. И здесь год приведен. 2004. Что это значило бы? Ну, тут подскажу. Здесь нет четкой какой-то границы, да? То есть, что вот в 2004-м что-то было запущено. Но есть некоторые поинты, да? Которые, в принципе, на что-то указывают. То есть, вот примерно от 2000-го к 2004-му. Что-что? Ну, Google запустил немножко раньше, но это все туда подтягивается, да? То есть, мы можем говорить здесь, да, про Google, про социальные сети, там, YouTube, да? То есть, все это. Я бы связывал единственное, что если мы посмотрим на Web1 как некую систему, в которой что есть у нас? В ней есть веб-сервера, в ней есть DNS, куча корневых DNS основной, то есть то, на чем держится интернет современный. Стэк протоколов TCP, IP. Ну, и считаем, что у нас есть статические просто странички, которые вот пользователь открывает что-то и по ссылке может перейти на другой сайт. То Web2, он немножко, его можно представить, опять же, это мое личное мнение, то есть, как более сцепленный, да? То есть, у нас уже пошли сервера взаимодействовать друг с другом. Пользователь вводит какой-то контент, отправляет на сервер, он сохраняется. Его видят другие пользователи, ну, то, что происходит в социальных сетях. И с моей точки зрения, вот как раз-таки примерно в это время, 2004, там где-то кто-то позже, 2006, в веб-браузеры добавлена была функциональность XHR. Это возможность, ну, в простонародье называется Ajax, то есть асинхронных вызовов. То есть, когда у нас получается браузер, он не просто отдает какой-то контент, а он еще может вызывать какие-то ссылки параллельно, да? То есть, таким образом. Поэтому, в принципе, это вот эра веб-2, можно так назвать. При всем при этом, заметьте, это не значит, что что-то взяло, вот как у нас, мы привыкли так думать, да, вот одно закончилось, второе началось. Все это существует параллельно. И дальше, веб-3, 2009 год. Здесь уже непримерно, здесь точно. Кто подскажет, что это значит, что это за год? Да-да-да, то есть это первый блок, получается, у нас именно блокчейна биткоина, то есть 3 января 2009 года. И, собственно, эту точку можно считать отправной в плане становления нового веба. Многие разговаривают про криптовалюты, про ICO и прочее, но здесь есть более глубокий смысл. Более глубокий смысл заключается в том, что на самом деле это начало, новый виток эволюции веба, то есть веб-3, именно не столько сам биткоин, сколько технология, лежащая в его основе, а именно блокчейн. Чуть позже, через несколько лет, появится Этериум, да, то есть более, скажем так, платформа, да, в какой-то степени совершенная, то есть тьюринг полная, позволяет писать любые программы. Вот, и при этом эту точку можно считать, почему нового веба, то есть именно это, мне понравился очень хороший термин от создателя платформы Hyperledger Fabric. Нынче он работает в группе компании Consensus, Джон Уилпорт, по-моему. Он сказал, что это является отправной точкой создания стейтфул веба, то есть когда у нас есть некая распределенная не машина состояний, обеспечиваемая протоколом Этериума, и можно считать, притом, ну, нету центральной точки, полностью децентрализовано все. И эта машина создания дает, мы можем к ней сделать запрос, можем создать в основе, что сейчас делать, создаются токены различные, и все принимают этот протокол, то есть протокол именно Этериума. Как когда-то вот веб-1 у нас базируется на стеке протоколов TCP и IP, никуда он не делся, он также остается, так и здесь у нас появляются просто новые протоколы, которые позволяют организовать веб немножко по-другому. Вот. Собственно, давайте пойдем дальше. Касаемо нашей задачи, то есть я расскажу пару слов о том, что, собственно, делалось у нас. Опять же, слайды немножко будут, то есть я буду больше рассказывать и меньше показывать. То есть слайды будут идти в сопровождение лишь для того, чтобы было понятен некий общий контекст. И так, то есть у нас уже, в принципе, был наш процессинг, и мы стали думать, а что, какие у нас стоят задачи еще внутренние, которые нам хотелось бы разрешить для себя. И основной момент был именно связан с тем, что мы хотели, чтобы наше решение было более защищенным, более надежным. И это нетривиальная, на самом деле, такая проблема. То есть это требует какого-то немного другого подхода, нежели чем к которому мы привыкли. То есть если вот мы посмотрим на первое изображение, то есть у нас было чисто централизованное решение. Собственно, получается, есть точка, которая за все отвечает. Вся надежность у нас сосредоточена именно там. То есть я не говорю, опять же, с точки зрения администрирования и прочего-прочего. Это никто не убирает. Но мы стали думать, а что можно сделать. Мы выписали небольшой список каких-то пунктов, которые нам хотелось, чтобы в нашей новой системе были разрешены. Прежде всего, это, конечно, безопасно. Мы хотели, ну, опять же, это некий общий термин. Мы хотели, чтобы у нас был реализован некий мультисик. Надеюсь, все знают, что такое мультисик. Ну, примерно. То есть это мультиподпись. Когда мы хотим, чтобы какое-то действие в рамках системы, оно подтверждалось не одним участником, а двумя, тремя, пятью. То есть в зависимости от того, как мы это настроим. И мы хотели, чтобы данные были иммутабельные, чтобы никто не смог зайти, просто поправить какую-нибудь базу данных и сказать, что так и было. То есть все-таки мы работаем с финансами, и это очень важный вопрос. И чтобы, ну, естественно, чтобы у нас не было центральной точки отказа, система должна быть распределенной. Ну и после этого… А, еще один пункт. Это то, что мы хотели бы видеть, чтобы была полная прозрачность всех операций. Что происходит, мы видели в любой момент времени. Если что-то вдруг произошло непонятно какой, мы это видели бы. То есть некий полный лог. И выписав эти все факторы, стало очевидно, стало действительно очевидно, что это получается у нас. То есть либо мы можем сами что-то реализовывать, либо на самом деле это как раз-таки необходимая вещь. Как это можно разрешить? Используя блокчейн. Внутренний блокчейн. Корпоративный блокчейн. Пару слов о том, что лежит в основе технологии блокчейн. Я буквально затрону совсем чуть-чуть, не буду лезть в дебри, что это в конкретику такую сильно глубокую. Но я думаю, многие из вас знают, что основа, так как у нас, получается, нет центра, то решения должны приниматься на основе так называемого консенсуса. Что такое консенсус в отношении цепочки блоков? Это когда есть ноды, которые принимают решение по тем или иным правилам, включать этот блок в цепочку или не включать. По неким принципам. Всего лишь. И если касаться именно корпоративного внутреннего блокчейна, все знают про майнинг, про proof of work так называемый, что цепочка у нас блоков как раз таки целостной сети обеспечивают майнеры, так называемые, которые решают определенную алгоритмическую задачу, которые, ну, не будем вдаваться в детали. А что касается именно приватных блокчейнов, может быть, кто-то из вас знает, какие есть именно алгоритмы консенсуса, которые не proof of work так называемые. Есть такие люди? Proof of authority, да? Их действительно огромное множество. Огромное множество. Но если касаться именно в рамках, когда мы разворачиваем блокчейн в рамках внутри компании или в рамках консорциума, то, в принципе, выбор немножко сокращается. Действительно, это есть proof of authority. То есть особенность его заключается в том, что каждый раз выбирается определенная нода среди пула нод, которая оставляет свою подпись. Для того, чтобы консенсус произошел, необходимо всего лишь, чтобы n пополам плюс один нод были толерантны, ну, то есть согласны. Есть алгоритм Raft, который лежит, в принципе, в основе многих распределенных систем, тот же Kubernetes. и есть PBFT, или вот вариацию, которую мы лично используем у себя, это EBFT. То есть разница между proof of authority какая? Что proof of authority допускается, что могут быть форки. То есть у вас сеть может в какой-то момент расщепиться. В случае работы с транзакциями, особенно финансовыми, эти вещи недопустимы. Поэтому есть алгоритм консенсуса PBFT, который проходит в три этапа, так называемые подтверждения, опять же, не вдаваясь в детали, который гарантирует нам абсолютный финалитик всех транзакций. То есть мы гарантированно получаем то, что в рамках консенсуса у нас никогда не бывает форков. И последний такой... Ну да, то есть он... Ну там есть другие атаки. Кстати, касаемо PBFT, особенность в том, что там около 70% нод должны быть толерантны. То есть если у нас атакующий захватит 30%, то консенсус еще случится. Если больше, то консенсуса вообще не произойдет, блоки не будут создаваться. Но, естественно, тут получается своего рода атака около 70%. Там есть формула, получается, по-моему, 3F плюс 1 получается. То есть у нас при количестве нод, например, 3F плюс 1, возьмем, например, F равно 2. То есть это 7 нод. То есть у нас две ноды могут быть вылетевшие, то есть и консенсус будет происходить. Если больше будет, консенсус не будет происходить. Если это вывернется и кто-то попытается нам другие данные в цепочку закинуть, то, соответственно, уже произойдет консенсус, но другой, не нужный нам. Поэтому за этим нужно следить. Просто, ну, тем не менее, именно устойчивость сети определяется здесь в данном случае количеством этих нод. То есть есть... Давайте мы, может быть, это немножко наконец-то сдвинем, чтобы пройтись... Потому что там оно происходит в несколько этапов. Вот. Поэтому немножко мы это отодвинем. Ну, основной момент, что там есть так называемые процессы... То есть есть ноды-валидаторы. Опять же, мы касаемся только валидаторов, не ноды, которые просто запускают транзакции. Вот. И есть так называемый процесс коммита. То есть когда, условно говоря, все ноды подписывают все. То есть если у нас есть 5, например, 5 валидаторов, то абсолютное большинство должны поставить свои подписи на конкретный блок. То есть не одна, как в случае с Proof of Assurity, а большинство абсолютное. Как только происходит подпись эта, то этот блок мы уже не вырубим из блокчейна никаким образом. Вот. Ну, это вкратце вот суть его. И так как все ноды принимают участие в данном консенсусе, то у нас происходит абсолютное финалити транзакции. То есть мы считаем, что в блокчейне всегда актуальные данные. Без всяких форков, без всяких там, как в этой реме дядь и прочих. То есть без вот этого. То есть идет абсолютно консистенси. То есть если мы говорим про Assurity, здесь получается некая eventual консистенси. То есть как бы допустимо, что в какой-то момент времени что-то может все-таки замениться. Одна цепочка другой. И последний алгоритм, он такой был предложен именно изначально Intel. Proof of Elapsed Time. Он очень интересен, потому что Raft основывается на том, что просто из множества нод выбирается лидер, и все основные ноды они беспрекословно доверяют лидерам. Если кто-то ломает лидера, то происходит проблема. Никому не нужно. Proof of Elapsed Time немножко похоже, есть, условно говоря, что есть тоже ноды. Каждая из нод случайным образом генерирует число в данном диапазоне, и у кого оно меньше, тот становится лидером. Все это происходит в защищенном анклаве именно Intel. То есть архитектура процессоров, начиная с Intel Skylake, предполагает наличие так называемой, включение так называемой технологии SGX. То есть технология характеризуется чем? Что есть так называемые защищенные анклавы, в которые мы можем загрузить какой-то код, но не можем ничего там прочитать. Но, как показали последние атаки на процессоры Intel, которые... Нет, нет, это просто процессор у нас есть. То есть это вот в процессоре мы можем иметь защищенную область, в которую никто не может прочитать ее, на уровне железа. Но, как показали последние атаки, на процессоры, вот в частности, была там буквально пару недель назад, это возможно оказалось. Поэтому доверие к этому немножко такое... Как я скажу? То есть доверие пошатывается к такому роду алгоритму консенсуса, потому что здесь именно ставка делается на железо, что оно не взламывая. Ну, а по факту, оказывается, взламывая. И этот алгоритм был реализован именно в новом проекте, в группе проектов Hyperledger. Это Hyperledger, SoTools. Вот. Значит, касаемо платформ. Давайте немножко пройдем по платформам. Мы вот определили, что, окей, то есть нам нужен блокчейн, то есть мы поняли для себя, что круто, то есть нам необходим блокчейн для наших нужд. Но из чего выбрать? То есть как мы будем дальше строить свое решение? Мы начали смотреть платформы, которые существуют. Первое, то, что мы выбрали, это платформа Corda. На самом деле, это несколько даже не платформа, это скорее можно назвать даже фреймворк. Фреймворк, и это не совсем блокчейн. То есть там есть понятие так называемых нотари-нот, которые участвуют в консенсусе, включения тех или иных транзакций в, тут уже даже не скажешь, цепочку блоков, просто принятие. То есть там консенсус нужен для избежания даблспендов так называемых. И в чем его суть, этого фреймворка? В том, что он предполагает, что есть некие транзакции. Здесь создатели этого блокчейн от платформы отходят от понятия блок. Если считаем, что есть некие транзакции, которые двигаются по сети. И есть так называемая флоу. Это такие long-term процессы. То есть представим себе просто картинку, что есть несколько участников, которые требуют взаимодействия. То есть одна компания, вторая сторона, между ними, например, какой-нибудь элемент, который должен, в простонародье регулятор, который должен видеть все транзакции. И так далее. Это подобное. Фреймворк позволяет выстроить некий сложный флоу. Особенность его заключается в том, что если участнику в данном флоуе нет необходимости видеть эту транзакцию конкретную, он не будет ее видеть. В отличие от платформ типа Ethereum, в которой все транзакции все видны. То есть они все существуют для всех участников. Но почему мы не остановили выбор свой на ней? Потому что мы провели следующий эксперимент. То есть мы берем конкретную ноду какую-нибудь, берем там базу данных, убили, подняли ее, увидели, что ничего не произошло. Нода также существует, просто хранит какие-то данные. То есть нет жесткой интегрити. Это означает что? Что если в рамках некой конкретной ноды кто-то ее использует, атакующий может спокойно подписать туда какие угодно данные, мы будем их использовать. То есть как бы некая угроза защиты. Поэтому мы корду посмотрели, отодвинулись в сторону. Вторая вторая платформа это многим известная Hyperledger Fabric. Кто слышал про эту платформу? У нас много. Что касается ее, то есть в принципе опять же мы сильно много экспериментов не ставили на ней, но оказалось, что у них до сих пор тоже есть ищу в плане то есть в основе Hyperledger Fabric, то есть где хранятся данные лежит обычная база данных. То есть LevelDB либо можно брать так называемый CoachDB, то есть у нас больше данных. Но особенность заключается в том, что тоже нет проверки Integrity этих данных. То есть получается у нас есть блокчейн и есть State, который хранится в этой базе данных. Ну Permission сам блокчейн, но смысл в том, что как данные в основе хранят. То есть там также есть база данных просто и сами создатели пишут, что ну это ваша задача обеспечивать безопасность вашей базы данных в данном случае. Поэтому нам хотелось что-то более скажем так, более интегрированного такого, что если изменения какие-то данных произошли, чтобы нода лучше нода вылетела и все, она никак дальше не участвовала. А потом бы уже мы административно могли разбираться, что здесь происходит. Вот. И у них до сих пор висит issue в их трекинге, то есть в системе задач. именно касаемо периодической хотя бы проверки базы данных на интегрис. Ну то есть это означает, что прогоняется опять, берется весь блокчейн, вся цепочка от начала до конца сравнивается состояние. Если что-то поменялось, то надо об этом кричать. Вот. И последняя платформа, которую мы смотрели, небезызвестная всем, Ethereum. То есть как мы знаем, Ethereum это не просто криптовалюта, это не просто там эфир, да, то есть покупать, продавать крипту. Это на самом деле полноценная платформа, вот, которая позволяет в том числе быть развернутой. Не только имеет паблик некую платформу, но и можно развернуть ее у себя. Используя как раз выше приведенные алгоритмы консенсуса. И также есть вариант именно fork Ethereum клиента. Есть написано на Go клиент. Ребята из небезызвестной компании JP Morgan взяли, сделали fork небольшой, назвали ее Quorum. Вот в Quorum они добавили возможность приватных транзакций. Это когда некоторые участники, то есть мы конкретно указываем адреса конкретных участников, только они могут читать конкретную транзакцию. То есть фактически state, внутренний state, именно состояние в конкретном контракте, оно разделяется. То есть есть публично, есть приватное. И они добавили еще два алгоритма консенсуса. Это именно raft и PBFT, то есть вариация его EBFT. Собственно после каких-то мучительных исследований, и прочее, прочее, мы остановились как раз таки на последней платформе. На последней платформе. Так. И собственно ну у себя мы ее разворачиваем немного по-другому, но если мы пойдем именно отталкиваясь от нашей первоначальной цели, что мы хотим понять, а как мы можем от пола идеи начать использовать этот блокчейн, то есть внутренний блокчейн, приватный, что мы можем сделать. Есть несколько вариантов. Самый простой из них это использовать блокчейн as a service. Уже благо есть много провайдеров, которые позволяют это развернуть. В частности вот про идущие, то есть первые были AWS, ну именно ALWS, амазоновский блокчейн темплейт, и позволяет пару кликов вам развернуть Ethereum сеть, либо Hyperledger Fabric сеть. Это IBM Blue Mix тоже позволяет развернуть только Hyperledger Fabric, ну это естественно, потому что IBM стоит именно у истоков разработки самой платформы Hyperledger Fabric и многих других продуктов семейства Hyperledger. Это недавно абсолютно запустили Microsoft Azure блокчейн, который поддерживает развертывание выше привезенных трех платформ Corda Hyperledger Fabric Ethereum. Вот, и есть продукт от именно компании Consensus, он еще находится в бете, поэтому для продакшена его использовать нельзя, но если мы говорим про некую возможность разработки, то я рекомендовал бы его взять, то есть вы пару кликов можете развернуть платформу и начать ее использовать. Вот, сама платформа называется Kaleida. Так, ну, собственно, вот у меня закончилась теоретическая часть, такая вводная, дальше мы будем погружаться немножко в девелоперские дебри относительно того, а как мы решили разрабатывать, вот выбрали какой-то блокчейн из-за сервис, что с этим делать дальше? То есть хотелось бы пощупать немножко кода, то есть именно как с точки зрения неких вот внутрикорпоративных разработок, как мы можем начать это использовать, что мы можем с этим делать? И если мы говорим про корпоративные продукты, то есть вернее про рынок корпорации, внутренней разработки конкретных корпораций, то у вас выбор технологий, на которых строятся ваши решения, он сужается до двух платформ. Может кто-то знает до каких. То есть языков программирования даже назовем это так. Но это если касаться Ethereum и смарт-контрактов. А если касаться обычного, обычных, обычных, RUST? Ну RUST именно нужно для разработки использовать, в частности, если мы возьмем Parity какой-нибудь клиент, то есть он используется для разработки уже, например, блокчейнов тех же. Java. Правильно. И еще вариант какой? Нет, я имею в виду не в платформах. Я имею в виду платформах, если мы берем корпоративные проекты внутренние, то есть мы что-то разрабатываем, сидят разработчики что-то там разрабатывают именно для финных учреждениях, в банках различных. .NET. Как правило это Java, виртуальная машина и все базирующие на ней. Это Kotlin тот же, Scala, Clojure, ну то есть Clojure я даже не слышал в последнее время, что кто-то ее использовал сильно, очень вычурный язык. .NET. Так вот в нашем случае мы я буду рассказывать именно про Java-часть, а .NET я лишь упомяну просто что есть здесь в плане .NET, поскольку я сам с .NET не очень связан. .NET. Дальше в практическом примере мы возьмем сейчас именно платформу, именно блокчейн as a service сервиса колейда колейда который про который рассказывал выше и посмотрим что что с этим можно делать сейчас минутку я посмотрю . . . . . . . . так собственно в чем особенность колейда в том что он очень простой позволяет пару кликов просто не заморачиваясь развернуть свой внутренний блокчейн в нем есть два выбора как раз это GES использует стандартный клиент для Ethereum либо Quorum это то что я говорил про именно вариации именно fork GES с двумя дополнительными алгоритмами консенсуса ну поддерживаются все алгоритмы консенсуса плюс есть блокчейн explorer внутренний свой и мониторинг с логами единственное есть ограничение неприятное которое в принципе позволит вам поэтому только только использовать это в качестве некой development среды либо staging среды даже лучше сказать ограничение так называемом GES я не знаю знакомы ли вы все таки именно с самой платформой Ethereum с ее внутренними понятиями такими как смарт-контракты GES и прочее кто знаком чтобы понимать примерно отлично есть ограничения по по газу вот и там я привел цифры то есть мы в принципе в разработке просто с этим столкнулись что не хватало нам газа немножко поэтому пришлось даже для разработки от Kaleido отказаться нам но все зависит от ваших проектов какие проекты вы будете реализовывать особенно если взять просто какие-то примеры запустить что-то попробовать с этим поделать просто чтобы пощупать этого достаточно просто выше крыши для разработки да но если вы хотите стейджинг среду какую-то выкатить кому-то показать то есть вы взяли два клика развернули и все ну вот у вас есть заказчик какой-нибудь вы ему хотите показать вот смотрите у меня на машине отлично но просто не всем нужен докер не все хотят его использовать конечно докер для этого придумали и более того я в конце опубликую ссылочку то есть я этот доклад уже читал на блокчейн скул казахстан вот я уже подготовил некоторые материалы немножко их сейчас обновил там есть ссылка на гитхаб и там есть полезные ссылки в частности есть ссылка именно на то как развернуть эту внутреннюю сеть на докере может быть кому-то будет интересно и вот есть у нас так называемый термин мне он не очень нравится называется дабс даб что такое даб может кто-то кто-то мне скажет как ну да или вариация distributed апт ну то есть просто получается как бы само как будто само приложение распределено да но фактически оно просто использует блокчейн ну использует блокчейн то есть у него есть например локальная нода или он может по rpc в эту ноду лезть и ее как-то использовать ну коль этот термин вошел в обиход будем его использовать значит даб что что значит все-таки в корне своем даб у нас есть некая этериум сеть в нашем случае например может быть любая другая то есть даб и можно строить на любой платформе в принципе из вышеперечисленных это обычное приложение это обычное приложение если мы касаемся корпоративного мира это например java приложение .net приложение которое просто использует нашу ноду как как хранилище состояния по сути и как именно как в случае с этериумом в ней выполняются именно смарт-контракты то есть core logic может сидеть именно в смарт-контрактах соответственно что делает этот даб в конечном итоге он может либо читать из этой ноды какие-то данные а это не требует газа как мы знаем либо может что-то писать то есть закидывает туда транзакции то есть конкретное приложение формирует некую транзакцию она попадает к нам в блокчейн в блокчейне сидит смарт-контракт который в котором есть некая логика который что-то делает нужное необходимое для для бизнеса в своем примере практическом я не буду затрагивать здесь именно наш конкретный случай наш кейс наш код там показывать мы рассмотрим очень простой пример просто чтобы всем было понятно что что из этого получается немножко фактов просто что касаемо тут получится такие такой микс то что мы будем как раз таки использовать Ethereum Ethereum как платформу блокчейн Ethereum будем использовать пару инструментов именно для разработки так называемый Triumphal есть и вот Web3G то есть так как я говорил уже это библиотека которая позволяет нам стянуть связать эти два мира связать мир смарт-контрактов написанных на Solidity с неким Java приложением которое у нас будет именно функционировать или базироваться именно на на платформе Ethereum в рамках неких общих корпоративных приложений вот и давайте я вам покажу небольшой пример что что это собственно вообще такое что с этим делается не знаю будет вам интересно немножко там кода посмотреть как это вот функционирует или нет да хорошо значит идем дальше так значит касаемо колейда давайте мы попробуем сделать вообще все все с нуля так все с нуля значит что это такое сама платформа вот у нас есть некий UI основной базис здесь которая которая есть это так называемая ну не знаю как тут лучше объяснить чтобы без всяких деталей или заморочек то есть ну считаем называется вот это проект у нас есть проект который называется тест в данном случае и мы хотим в рамках этого проекта развернуть сетку свою которую мы будем дальше использовать мы вот прямо сейчас это и сделаем развернем новую сеть назовем назовем ее как у нас там предыдущая названа было def значит у нас будет называться staging пару кликов вот выберем подходящий нам алгоритм консенсуса пусть это будет и BFT выбираем это часть касаемо называем mainnet relay это когда некие хэши блоков могут сбрасываться еще в паблик main сеть то есть если вам нужно вообще иметь очень жесткую интегрити и безопасность вы можете вот такие штуки делать платформа это позволяет вот финиш все мы создали некий environment сейчас добавим туда парочку нот назовем их например first second давайте еще одну добавим ее пусть будет third ансвайдрай да вот так ну вот собственно мы создали получается сейчас некую сеть подождем пока она создастся вот особенность алгоритмов алгоритмов консенсуса proof facility и BFT в частности то что они имеют некую периодичность генерации блока периодичность генерации блока она ну означает так что в данном случае колейда конкретно так настроен что это поэтому для продакшена его собственно не стоит использовать что блок генерируется в данном случае каждые 10 секунд вот естественно если вы развернете свою некую сеть на тех же докерах или еще как-то вы можете выбрать любой интервал ну в одну секунду там по ограничению минимально получается есть такая такая особенность ну вот вы видите в эксплорере что у нас идут собственно наши ноды генерируют блоки так что дальше вот мы сидим такие и думаем окей так что что же делать дальше я хочу написать немножко кода какой-нибудь смарт-контракт его залить в нашу сетку и чтобы он что-нибудь сделал хорошее а может быть нехорошее это уже зависит от того зависит от того от требований вашего заказчика да итак значит откроем среду разработки вот у нас в примере есть некий такой смарт-контракт который я написал то есть все что делает этот смарт-контракт хорошо видно да давайте немножко увеличим наверное так вот данный смарт-контракт просто что делает у нас есть некий мэп неких значений то есть в данном случае это может быть токен может быть все что угодно про какое-то приложение это могут быть там если мы говорим про некий store это объем хранения чего-то то есть вот у вас бизнес-логика она вот такая вы хотите иметь некое соответствие вашего адреса и какому-то какому-то значению в данном примере он сугубо такой теоретический то есть чтобы ну я не знал как проще еще сделать чтобы было еще более понятно поэтому считаем что у нас есть некое сопоставление адреса и его значения и мы посмотрим как что собственно делать на уровне кода чтобы данный пример заработал здесь есть пару методов всего это изначально некая роль у нас да может быть тот кто создал контракт прочитать значение амаунта вот этого у у определенного адреса его установить прочитать вообще total всех амаунтов и сделать трансфер с одного адреса на другой то есть ну представить можно это на самом деле вот касаемо адресов что так спроецировать немножко может быть более понятно будет но на тему ERC токенов ERC 20 токенов что вы хотите свои токены передать кому-то другому адресу вот здесь что-то нечто подобное назовем только без деталей этих токенов вот вы написали этот смарт-контракт и хотите его запустить в свою сеть то есть это некая кори лоджик необходимая для вашего бизнеса то что может быть чувствительно для вашего бизнеса в нашем случае это действительно обработка неких транзакции вот более того то есть так как я говорил изначально что нам нужен был multisig то есть у нас даб может быть много да то есть они должны все проопровить телен телен и вещи и после этого только это будет принято в рамках изменение стейта изменение состояния изменение состояния и вот наш пример просто здесь он есть операция трансфер все что она делает делает некие проверки и вычитает у одного адреса он прибавляет другому и создает ивент ивент трансфер на самом деле в рамках платформы этериум да и вообще любых блокчейн платформ ивенты очень важная часть то есть она позволяет вам выстраивать приложение реактивное приложение то есть это означает что при изменении состояния именно блокчейна ваше приложение которое функционирует на этом блокчейне оно будет получать эти ивенты то есть оно будет читать просто будет читать всю цепочку всю цепочку блоков доставать оттуда уже транзакции в транзакции есть так называемый ресип там есть ивенты если они если они сгенерировались и на основании этого ваше приложение уже может как-то реагировать к примеру вот здесь получается что у нас изменился баланс был осуществлен трансфер с одного адреса на другой мы можем написать такую логику которая именно будет реагировать на то что произошло в этом блокчейне и получается так что у вас есть связанные вещи свет ну то есть есть блокчейн там свое приложение есть приложение которое базируется на этом блокчейне и что то что то по этому событию она может делать так вот ну давайте сначала разберемся с частью именно касаемо самой платформы Этериум то есть сейчас нам необходимо наш контракт закинуть в нашу созданную только что сеть итак давайте посмотрим что у нас собственно получается получается у нас следующее то есть мы вот развернули нашу сеть так здесь нам необходимо еще создать креденшалс для доступа пример выложен на гитхабе будет то есть кому будет интересно потом сможете спокойно прочитать его запустить даже если не получится сможете мне написать можно какие-то вопросы задать так значит здесь отдельно вынесены наши креденшалы специальным образом значит мы сделаем здесь некий новый юзернейм скопируем пароль так я уже говорил какие-то вещи будут непонятны но потом я думаю вы при случае про них обязательно вспомните когда у вас будет задача некая подобная о интересно то вы про это вспомните найдете пример может быть какое-то видео и сможете это дело применить так собственно я обновил настроечки наши сейчас открою еще раз наш блок explorer вот и считаем так то есть мы используем truffle то есть кто не знает тоже продукт консенсиса а ну давайте перед деплоем мы все-таки убедимся в том что то что мы написали оно работает действительно а убедиться мы можем как запустить так называемое я думаю многие знают понятие юнит-тестов надеюсь что многие знают что мы хотим как-то протестировать то что у нас есть логика написано именно на на солидите языке да среди смарт-контракта мы хотим чтобы она проверить насколько она вообще рабочая вот я написал парочку юнит-тестов ну не будем наверно сильно вдаваться в подробности что это себя представляет просто мы там делаем с это маунт проверяем что это произошло то что произошло что сгенерились некие в нашем случае события вот пройдет проверка трансфер и так далее и тому подобное то есть не буду на этом долго останавливаться то есть мы запустим этот пример убедимся но прежде чем его запустить есть еще один интерес проект называется ганаш он нужен для чего именно для разработки вот касаемо вопроса там на докерах для разработки так вот лучше использовать эту штуку вы просто запускаете у себя эту программу и считайте что у вас есть некая терем сеть она вот прям у вас вот локально доступно по на local хосте по определенным вот и вы можете спокойно тестировать все ваши смарт-контракты закидывать и сюда деплоить проверять что они работают что-то с ними делать вызывать вот собственно мы сейчас проверим что то есть иначе юнит-тесты ваши нет не отработают то есть они просто не будет сети куда обращаться то есть соответственно мы запускаем тесты проверяем что весь функционал который мы написали он должен работать а он должен работать вот то есть у нас отработали наши тесты мы видим что здесь вот в рамках типа трак потратилось немножечко газа на то чтобы прогнать эти тесты но мы убедились то что то что все хорошо мы написали некую логику и мы мы гарантировали что она работает потому что если вы не будете этого делать то представьте себе вы написали некое приложение внутреннее даже за деплоили его но но с ошибками просто от других возможностей вас подправить просто так нету вам нужно все равно пересоздать тогда новый контракт перед и плавить его там есть еще нюансы вы скорее всего потеряете ваши данные в вашем потому что они хранят привязаны к контракту немножко другая тема она выходит за рамки нашего текущего толка именно доклада тема апгрейдабилити контрактов и здесь получается так что есть есть много нюансов сами на самом деле инструменты они тоже не сильно совершенные то есть чтобы понимали идет часто мощный пик именно мощный подъем технологии их развития как правило в этом всегда возникают какие-то косяки кстати покажу еще один косяк который у нас возник с точки зрения того чтобы вы просто были готовы вот здесь примерах есть при запуске того же ганаша есть момент такое указание то есть флаг определенный называется контракт сайт так вот в публичной сети эфириум есть ограничение на размер контракта это ограничение вот если мы возьмем код она прописана вот вот так сколько максимальное количество байт может весить скомпилируем и скомпилированный смарт-контракт если он будет больше вы просто не сможете его задеплоить поэтому в нашем случае так как у нас в принципе в контракты получились несколько больше нам пришлось пропачить наш наш клиент увеличить просто это сайт ну там всего одна переменная вот я надеюсь что там есть так называемое внесение изменений в саму платформу эфириум предложения которые как-то хотят изменить вот этот вот размер да ну это как бы очевидное ограничение иначе у нас просто если размер установить больше значительно но будет будет сеть пухнуть и пухнуть вот соответственно давайте вернемся дальше собственно это один из нюансов его можно но иногда но иногда не получается ну то есть там может сделать библиотеками вот но не всегда это получается короче то есть иногда просто ну ну объективно вот не делится сильно там как-то еще можно пытаться как-то извращаться здесь как-то это все впихнуть но некоторых случаях нет смысла бы ну смотрите да то есть но именно вот представьте у вас есть транзакции да именно финансовые там да что-то что-то поступить ну если касаться даже любых есть аккаунт пришли средства средства вывелись да и вот вы хотите осуществить надежное хранение это все инфы но опять же любые транзакционные задачи они очень отлично ложатся на саму транзакционность понятия именно этой ремплатформы балансы то есть сведение балансов даже ну то есть мы храним то есть сами балансы например именно в смарт-контрактах чувствительные логи на самом деле много многие чувствительные вещи выносятся именно смарт-контракт мне не очень нравится слово смарт-контракт по сути потому что если она используется в рамках корпоративной сети ну какой-то нафиг контракт в код вот hyper ledger фабрик есть нормальный звончейн код просто он все нормально здесь некий смарт-контракт ну да на самом деле тут это больше маркетинговая получается к эта штука ну но смотрите я прям мы сейчас ничего не не сравним мы считаете делаем да это с ну как условия с нуля то есть вопрос в чем сами есть аккаунты у них есть балансы да вот есть операции ввода вывода вот соответственно мы эту логику прогоняем именно через контракт есть конкретная операция сделать кто-то вывести получить вот более того есть другие еще операции например сконфигурировать настроить наше ядро вот это даст каким-то образом и здесь мы сделали вариацию именно так называемый арбак до роль based access control который позволяет что делать то есть у нас есть некая операция например по изменению каких данных какой-то пример привести есть например размер комиссии вот мы хотим их изменить так вот это должны иметь возможно данные изменится только тогда когда их и подтвердят на при три человека три администратора на скажут окей изменить 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 вот это легко делается на смарт-контрактах то есть например да ну я имею ввиду что вы в коде прописывайте просто что у вас есть определенные роли у нас мы выстроились определенную систему ролей и каждому адресу ну а адрес это прежде всего что это хэш от публичного ключа который вы сгенерировали изначально то есть вы можете сгенерировать ключ то есть ключ может иметь как приложение так и человек человек также участвует в этом пространстве как любое другое приложение то есть вы этому присваиваете конкретную роль притя что этот адрес может делать менять комиссию и этот может менять комиссию вот эти седва сошлись значит комиссия поменялась если не сошлись то извините вот поэтому вот так ну и получается что у каждого человека есть адрес у приложения сады вот пожалуйста выстраиваться это вот тот мульт мультиси которым зимтус на бальну в это риме и у нее туда то есть касаться блокчейна с биткоине там мультиси кота ну реализован да а в этом ну мы же говорим про корпоративные часть у меня вот ну у себя то есть вы должны с нуля это делать либо использовать библиотеки да то есть библиотеки тот же есть проекта open цепалин которым есть рбак но мультир бака нету вы пришлось писать самим вот чтоб поедем дальше да так значит на чем мы остановились мы написали контракт мы его проверили что он работает мы хотим его запустить в нашу сеть закинуть вот чтобы он чтоб он там жил уже некой своей жизнью так я значит наши креденшал поправил сейчас попробуем мы сделать неким опять же смотрите здесь получается какая штука есть контракты есть некий инструментарий да вот труб трюфель так называемый он написано именно на java скрипте есть java часть она отдельная как бы получается и чтобы у нас ключи ключи мы будем генерировать из так называть сид сид фразы есть понятие hd wallet а то есть это когда у вас есть некая сид фраза понять генерируется некий мастер ключ а потом детерминированно вы можете восстановить ну то есть банально если у вас есть просто криптовалютный кошелек то есть на примере то есть вот вы можете запомнить некую фразу запомнить ее представить написать на бумажке положить всей в депозитарную ячейку потом и по ней вы можете восстановить все ваши адреса так и здесь мы просто используем эту фразу как некий синг двух миров в данном случае мы писали пишем некий смарт-контракт а потом мы пишем java часть которая тоже должна как-то использовать те же ключи то есть это всего лишь именно в рамках данного примера в продакшене так делать не рекомендую ни в коем случае вот значит все мы определились мы хотим залить наш контракт нашу сетку так значит вот у нас здесь прописан настройки и так мы его сейчас запустим да попробуем значит есть прекрасная команда так давайте сначала только удалим здесь все лишнее что мне было плане билда вот эту папку надо убить потому что не позволит нам ничего сделать так трюфель мигрейт и укажем нашу сеть подождем сейчас она компилирует и вот пошла наша миграция и мы можем тихонечко сидеть те какой клей до плане безопасности то есть он уже меня разлагинил и вот мы можем мониторить что о паш пошли наши собственно миграции вот видите одна транзакция здесь появилась какая-то да пошли ждем 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 еще ну так как у нас здесь интервал 10 секунд поэтому мы ждем собственно пока это все осуществится вот вторая транзакция пошла это наш скорее всего залился наш нет еще не наш контракт вот может и наш контракт уже пришел естественно если вы сделаете вот это на данном инструменте у вас все моментально отработает здесь даже лог есть вот всех транзакций которые которые вы деплойте потому что когда вы запускаете юнит тесты там команда тест есть она собственно сначала сделать миграцию зальет новые контракты потом прогонит все эти тесты о все отлично у нас произошла произошел деплой нашего контракта вот скорее всего он вот в этой транзакции сидит ну вот он бинарном виде скомпилированного так вот такой получается тут принципе есть explorer обозреватель контрактов вот скорее всего наш контрактик адрес сидит вот и теперь я плавненько перехожу к части именно java то есть у себя мы используем котлин здесь используется в примере я покажу на java чтобы но более популярный язык более знаком тот кто использует dotnet в принципе можно сделать примерно все то же самое есть проект называемый незери ум который позволяет генерировать код и базирующийся именно на на смарт-контрактах а именно на называемых обижках которые создаются именно по контрактам вот ну и принципе делать то же самое что я буду дальше показывать именно относительно относительно java так и значит я перехожу к java части то есть мы скажем так мы написали контракт а теперь мы хотим написать даб который что-то делает на базе этого контракта то есть именно наше приложение которое мы будем каким-то образом использовать некое корпоративное приложение здесь я сделал небольшой примерчик я его поясню немножко поясню опять же технологии немножко сыроватой да поэтому некоторые вещи нужно так назвал писать какие-то свои такие обходные моменты чтобы все это заработало целостно вот ну и по коду немножко до нюансов опять же кто не знает не знает неважно то есть вы как и главное что поняли сам подход который получается здесь опять же мы читаем вот этот наш креденшал с файлик и генерируем по ним адреса некие а чуть не забыл нам же нужно сделать еще прежде чем этот пример отработает мы запустим некую некую инициализацию сделаем значение то есть мы закинули контракт а теперь у нас есть скажем так два адреса вот здесь мы пропишем что вот этот адрес у нас это некий department например или там как его назвать неважно ну пусть будет department вам некий отдел что-то что-то переправляет другому отделу вот и мы получается сейчас проинициализируем этот контракт то есть опять же через пользуя трюфу есть команда экзек мы укажем что у нас есть некий скрипт и опять же у нас это должно уйти в сеть нашу сеть стейджинг сейчас мы это дело закинем по убедиться про что значение нас но ну если контракт свежий там будет 0 вот сейчас произойдет наша наша транзакция мы ее опять же понаблюдаем понаблюдаем вот здесь в нашем эксплорере вот она пришла вот она отработала теперь мы можем в принципе я здесь тоже небольшой скрипт то есть мы сделали некий set amount вот этому адресу да department 1 назовем и сейчас мы его прочитаем просто что там значение получилось не получилось опять же мы работаем сейчас через если посмотреть вот эту наш нашу наши ноды то есть я взял ответом point по рпс на то есть мы обращаемся конкретной ноде данном случае то ферс но мы сейчас увидим посмотрим что у нас действительно там какое значение хранится то есть что все окей мы должны убедиться чтение не занимает не стоит несколько газа можно а что ж вы молчите что не давать его так да вот так я думаю нормально видно хорошо то есть мы прочитали значение стора убедились что вот принципе вот у нас видно внизу здесь она да что она составляет 1 миллион до 1 миллион чего-то вот значит у нас есть 1 1 миллион чего-то то есть мы присвоили что есть некий участник department 1 department 2 что-то переправляет какие-то токены назовем их или там гвозди или еще что-то значит берем теперь переходим у нас джава код опять же в общих чертах мы создаем берем вот у нас и генерируем по нашей фразе которые я здесь привел по сид фразе аккаунты так 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 а ну естественно перед этим перед этим нужно сделать один маленький нюанс опять же здесь небольшая обвязка может быть полезно кому-то кто будет детально сталкиваться уже с этим конкретно полезет пример именно что касается что касаемо генерации кода смотрите вы разработчик вы разрабатываете вот в одном мире этариум контракты а теперь у вас есть java код и вам нужно как-то связать а вдруг вы поменяли там что-то то есть вы что-то изменили у вас как будет работать приложение вот в 3d библиотека позволяет нам что сделать она позволяет сгенерировать вот этот код именно на контрактах и чтобы вы четко знали работы вас как ну просто иначе программа то нет нет компилируется никак внесли изменения смарт-контракт перегенерировали код вы видите что если вы что-то выкинули что добавили у вас это все появится именно в java коде с точки зрения дотнета то же самое будет то есть используя netherium тот же у вас тоже появится генерация генерирую сгенерируется код вот то есть у нас генерился некие ну он собственно тут получается давайте опять все увеличивать будем он берет весь код все объекты которые хранятся именно в контракте и строят обвязки удобные до с точки зрения разработчика что вы делаете у вас есть вот конкретные фактически да вот то есть вы вы фактически просто потом этот смарт-контракт используете да вот конкретно метод например трансфер у вас есть то есть это сделано для того чтобы у вас действительно было некой консистенции между вашим кодом в смарт-контрактах и между кодом вашего конкретного приложения фича полезная потому что противного случая чревата ошибками то есть и вот что мы здесь делаем то есть мы берем ну здесь объект называется 100 1 100 2 это сочетайте тот же самый стор наш используется только под разными аккаунтами аккаунт 1 аккаунт 2 все что мы сделаем мы перед переправим некий амаунт токенов наших или гвоздей скажем из одного департмента в другой соответственно мы сделаем операцию трансфер получим немаловажно то что про что я говорил про реактивность приложения что ваше приложение базирующиеся на смарт-контрактах этих она реактивна будет она сможет реагировать на какие-то события возникаемые в вашем блокчейн это обратная связь получается у нас двунаправленная система то есть вы в одну сторону что эти транзакции в другую вы читаете то есть вы читаете события и можете на этих событиях выставить какую-то логику соответственно вот поэтому ну здесь мы просто выведем лог что убедимся что наше событие пришло и выведем что что в нем произошло там вот поэтому давайте запустим этот пример опять же посмотрим что что получается у нас запускаем пример вот и посмотрим по логам вот здесь вот внизу да что это что и за то что из этого получится пока мы посмотрим даже на наш explorer как у нас тут происходит наши ждем наших транзакций когда она там будет включена что подождем немножко вот наша одна транзакция прошла сколько-то газа она заиспользовала было что-то вызвано вот мы видим что произошло наш обработчик увидел что пришло событие из блокчейна его прочитал и вывел нам вот пожалуйста ивент вы здесь можете выставить любую логику примеру вы хотите чтобы при каждом трансфере в таком возникающем ну какая система вам идентификации просто показывали на пользовательском интерфейсе неплохо было бы наверно показать еще с точки зрения возможностей пользовательского интерфейса но это как-нибудь в другой раз обязательно сделаю вот то есть вы царясь на это событие вы прочитали можете реагировать спокойно вот и соответственно вот у нас произошел вызов метода трансфер мы и мы решили прочитать а что у нас там чего сколько да то есть конкретном стори то есть у нас вот выводится что да мы переправили конкретно тысячу мант вот мы можем это также проверить сейчас с точки зрения того же вот метода get посмотреть что что у нас со стороны того кто отправлял да какие данные у него будут убедимся сколько вот видите сколько у нас получается на 1000 меньше то есть мы сделали трансфер вам в рамках core logic у нас креетно в рамках смарт-контракта получается в мэппинге прописано этот адрес теперь имеет столько-то гвоздей этот имеет столько-то в принципе вот и вся магия то есть вот и вся магия и из такой подход вы можете уже уже строить дополнительную логику любую которая вам необходима перенося часть логики чувствительное именно в смарт-контракты и используя приложение внешние которые будут коммуницировать с вашим блокчейном данном случае то есть работа с ним используя его как фактически на это можно смотреть просто как на некую распределенную базу данных распределенную базу данных на блокчейн сам с событиями с ну естественно разбаза данных это что-то хранится там должно и вот аналогию можно привести смарт-контракт это как хранимые процедуры те же ну то есть вот примерно примерно то же самое очень много общего между этим ну с той лишь разницей что нету центрального хранилища что все достигается за счет именно консенсуса и вы можете небольшими усилиями небольшим кодом прописывать именно не тривиальную логику как нашем случае это роль базе бейс то access control хранение транзакций и так далее и тому подобное все зависит уже дальше именно от от вашей фантазии то есть от вашей фантазии от ваших требований требований со стороны бизнеса как-то так собственно у меня у меня все поэтому буду рад услышать какие-то вопросы если у вас есть не забывайте у нас розыгрыши на три платформы которые входят состав вашего проекта немножко о них расскажите пожалуйста значит у нас есть платформа первое это криптовалютная биржа централизованная централизованная вот почему кстати я даже могу сделать так у нас есть наш head of sales и маркетинг это алексей он принципе может даже может ты более детально ответишь тогда в плане наших продуктов потому что конкретно я ближе как раз таки к разработке алексей поприветствуем всем спасибо раз знакомству да вкратце по продуктам первый продукт это платформа для централизованной биржи почему централизованная так пошло на самом деле изначально в 2014 году мы запустили первое решение для крипто биржи это была биржа CEDK в датской юрисдикции впоследствии эта биржа была успешно продана дочерней компании Bitfury на текущий момент мы развиваем на это направление довольно серьезно делаем аудит наших решений через лидеров в сегменте кибербезопасности например компании лаборатория Касперского и так далее почему в принципе централизованная потому что централизованная биржа дает юзерам больше гарантий как мы сейчас видим основные объемы торгов они все-таки на централизованных биржах а не на децентрализованных децентрализованные ограничивают пользователей в принципе во многом например как можно сделать толковую децентрализованную биржу которая бы позволила одновременно торговать по монетам разных блокчейнов свести например тот же биткоин плюс эфир и так далее. Все равно, если мы делаем какую-то общую, якобы… Да, но условно, то есть опять же… Да. Что, что, простите? Вот это правильный комментарий, потому что в любом случае средства, допустим, того же биткоина или каких-то еще блокчейнов, они так или иначе будут где-то храниться. То есть это условно, как есть битшерс, но они вводят некие аналоги, битюань, например, битюсд и так далее. Но все равно это неполноценные какие-то конкретные валюты, которые вы можете в централизованную биржу интегрировать. То есть это один из, например, конкретных ответвлений. Но с точки зрения хранения у вас все иначе абсолютно. Почему вы так думаете? Вопрос именно, что ломается. В случае централизованных, там тоже есть определенные системы хранения средств, которые разграничивают ответственные случаи таких ситуаций. Например, система горячего холодного кошелька. Я думаю, вы тоже немножко в курсе об этом, по крайней мере, часть аудитории. Да, то есть… Ну и банально основной нюанс – это по скорости. То есть то, что децентрализованные платформы, они в принципе, если вам нужен какой-то более-менее вменяемый трейдинг, то вы не сможете это обеспечить на децентрализованной платформе. По крайней мере, пока что. Вы имеете в виду поддержка платформе, подобные вещи? Да, это есть. Вопрос с точки зрения маркетинга, как вы хотите это использовать. То есть понятно, что, допустим, Binance это использует для того, чтобы стимулировать привлечение средств. Интерес к своим токенам у них есть и лаборатория по инновациям, через которую… Да, все верно, да. То есть они плюсы сжигают, там есть определенный нюанс. Такая система есть. То есть если, допустим, вы у нас решение берете или кто-то еще, он может внедрить свой токен. Это может быть ERC-20 токен, например, либо какой-то другой. Мы имеем работать с разными блокчейнами, и Omnicore, и абсолютно разные. То есть в том числе, которые имеют свою специфику. Допустим, если вдаваться в какие-то большие детали, то тот же Omnicore определенные нюансы имеет. Условно, чтобы проводить там транзакции, вы будете платить конкретно еще в BTC за проведение транзакции. Да, вот эти все нюансы решаются в процессинге, и чтобы сделать все перетоки средств и финансовые транзакции более безопасными, мы внедряем внутри определенные механизмы, типа корпоративного блокчейна и так далее. Маркетмейкеры у нас разные. То есть у нас есть готовое решение по ликвидности, например, для того, чтобы биржи, которые стартуют, используя наше решение, запускались не с пустыми стаканами, а уже конкретно с ликвидностью. Мы имеем интеграцию с топовыми биржами, и это позволяет как раз-таки, допустим, Binance, допустим, Maxmo. То есть разные биржи. Все зависит от того, какие конкретно пары и ликвидность хочет привлечь оператор. Еще вопросы? Ну это, в принципе, такой основной продукт сегодня. Был вопрос еще по другим продуктам. Мы с чего, в принципе, начали. В 2009 году компания была создана как разработчик именно онлайн-аукционов в первую очередь. Мы делали аукционы под разные индустрии. Это аукционы автомобилей для компаний за рулем делали, и аукционы страховых полисов. То есть в Европе это очень популярная тема. Когда, допустим, ты хочешь купить страхование и для жизни, и для нетрудоспособности, и для автомобилей и так далее. И, в принципе, учитывая, что рынок страхования там огромный с точки зрения финансов и оборотов, очень интересно экономить на этом. То есть аукционы, в принципе, могут быть точно так же интегрированы с крипто-темой, с блокчейном и так далее, потому что там очень часто возникает вопрос по транспарентности проведения всех торгов. Сегодня в зале также присутствуют ребята, с которыми мы сейчас активно сотрудничаем. Это Даку. Ребята занимаются тем, что делают как раз-таки некий смарт-контракт. Вы не против, что я пару слов озвучу? Реклама. Да, ну такая реклама, партнерство. Это как раз-таки сильный белорусский стартап, который сейчас делает и решает очень важную проблему. Допустим, есть проблема, когда человек, конкретно который хочет собрать средства в Красном Кресте или еще где-либо, он должен неким образом доказать, что вот реально эти средства пойдут, например, на благое дело. И ребята делают смарт-контракт, который позволяет конкретно отразить целенаправленность или отследить, как расходуются средства. В партнерстве с Даку мы сейчас реализуем некий маркетплейс под НКО, не будем какие-то имена конкретно называть. Достаточно скоро это будет публично известно, и это позволит решить проблему целевого расходования средств. Посмотрим. На текущий момент у нас есть стандартная валюта, если брать аукционы, например. Когда аукцион стартуется… Да, да. То есть есть привязка к конкретной стандартной валюте. Да. Есть возможность тот же USDT брать за стейблкойн, например, если мы говорим про криптовалютные аукционы. Да. И в принципе можно ведь аукционы использовать под разные темы, условно даже криптовалюту продавать через аукционы за криптовалюту. Вот этого, кстати, еще в мире нет, и если кто-то хочет запустить свой подобный стартап, с удовольствием посотрудничаем и поможем. Ребята, еще вопросы? Третий продукт – это криптовалютный процессинг, о котором Вадим рассказал. Это решение для онлайн-бизнеса, которое позволяет автоматически генерировать криптовалютные адреса, кошельки и, в общем-то, сделать возможным процесс обработки финансовых платежей в криптовалюте. Возьмем ту же онлайн-биржу, например. Она так или иначе нуждается в таком решении, которое бы автоматом генерировало все адреса, сводило все транзакции в блокчейнах и прочее. То есть если не делать этого, например, то можно использовать сторонние решения, но это все стоит денег. А мы даем полностью готовое решение под ключ тем самым. Онлайн-биржа, например. Человек приходит, говорит, хочу сделать бизнес. Любой бизнес, допустим, возьмем онлайн-бетинг. Для примера. Человек хочет прийти, сделать ставку на спорт. Он хочет сделать депозит в биткоин. Почему нет? Наш платежный интерфейс интегрирован как некий платежный метод. Допустим, как PayPal, представьте. То есть есть публичная API внешняя на интеграцию. Все довольно просто. Есть документация и так далее. На выходе что делает оператор? Допустим, 1xbet, возьмем для примера. Он интегрируется с нами, конкретно с платежной системой. В личный кабинет пользователь заходит, выбирает метод пополнения BTC, например. Наша система автоматически ему дает адреса. Для пополнения проводит транзакцию, информирует 1xbet о том, что платеж прошел успешно, зачисляет депозит пользователю и пользователь мгновенно участвует в розыгрыше. Все зависит от криптовалютной транзакции. Мы передаем информацию мгновенно, то есть даже без достаточного количества подтверждений, условно оператор на себя может взять риск и в течение пары секунд принять этот депозит, зачислить пользователю или пользователь тем самым будет использовать эти BTC, например, средства. Да, допустим, в биткоин, если брать среднюю транзакцию, вы знаете, сколько она проходит, то есть понятно, что какой-то риск на себя, допустим, оператор может брать, при желании он может его не брать. То есть это все зависит от стратегии маркетинга. Но в текущий момент политика такова, что операторы берут на себя риск и с нулем подтверждения в том числе зачисляют деньги операторам. Не операторам, а игрокам. Спасибо. А это вы уже, наверное, больше ко мне вопрос, да? Нет, подождите, вы тут путаете здесь, получается, ну, в плане нот. То есть есть задача именно корпоративного блокчейна, она не связана никак с криптовалютами, там, ничем прочим. То есть сугубо это… Ну, мы же говорим, да, в конечном итоге, то есть вы внутри его используете. Просто не давайте доступу, рут доступу одному человеку, да? То есть потому что иначе все ваши преимущества блокчейна здесь рассеются. То есть, ну, дали человеку, он скажет, окей, сейчас я там что-нибудь поправлю, буду вносить изменения. Нет, нет, вы путаете, смотрите. То есть есть задача, как бы, хранения, назовем это, транзакции, да? Есть задача, как бы, связанная уже именно с тем, что есть ставки, например, в биткоинах те же, да, в сети. Они, как бы, никак не связаны здесь немножко. То есть, может быть, путаница возникает, да, здесь, что, как бы, есть про продукты, да, про криптовалютную часть, именно про наш бизнес. Я рассказываю больше с технологической точки зрения, как это сделано. Опять же, с точки зрения нот, это не обязательно. Если у вас задача, у вас может быть большая корпорация, у вас может быть консорциум различных компаний, и у каждой будет свой нот. На самом деле, если вы смотрите Proof of Assority, вот есть тестовая сеть RinkyBuy. У нее, если посмотреть состав, там, по-моему, три ноты у Ethereum Foundation, две или одна у Infura есть проект такой, и еще по одной там у парочки других проектов. То есть, как бы, они распределяются именно в рамках уже неких участников, чтобы не было, естественно, одного владельца, который скажет, а, я сейчас тут менять начну что-нибудь, как мне выгодно, да, то есть, и все, на этом все закончится. Ну, на самом деле, хоть одна, но это неправильно, да, то есть, с точки зрения, если одна будет, ну, для, вот, если, кстати, BFT, я бы рекомендовал минимум пять брать, да, то есть, это уже, если взять по количеству отказ, да, то есть, у вас два плюс один, то есть, две ноды может вылететь, да, быть не толеретед, соответственно, это будут три ноды, которые реальные, которые, ну, может функционировать, у вас консенсус произойдет. То есть, ну, минимум пять, лучше семь, например, взять. Ну, тут уже не обязательно, то есть, это же идет, смотрите, у вас есть сетка, например, в рамках некой одной сети, у вас есть асинхронные запросы, пошли, вернулись, то есть, задержки здесь такой не будет. То есть, в принципе, можете использовать как пять, так и семь нод, и здесь, как бы, какой-то разницы с производительностью может не сильно, ну, не случится. Да, если у вас где-то нода еще одна находится в Караганде, то, естественно, как бы, ну, тут будет задержка, потому что вы должны получить от нее ответ. Но даже если ваши здесь локальные, которые подтвердили, сказали, заверифайли, окей, у нас все сошлось, и у вас сошлось, верифаем, то, в принципе, консенсус произойдет, даже не дожидаясь ответа от той ноды удаленной. Если увеличится, да. Здесь уже задача администрирования. В частности, да. Ну, либо уже касаемо от задач, может быть, вам конкретной задачи подойдет больше корда, да, то есть, с ее возможностью выстраивания уже, то есть, конкретные ноды, флоуы, там пошли, ну, то есть, такие вариации. Вот, ну, тут немножко это значит, все зависит от вашей конкретной. Ну, смотрите, он получается так. Ну, смотрите, у нас блок в рамках EBT может генерироваться раз в секунду, да. То есть, мы можем выстроить раз в секунду. Получается так, что количество транзакций может у вас засунуться, то есть, сколько, ну, пару тысяч, да, мы можем впихнуть, в принципе, туда. То есть, получается так, что, ну, вот, посчитайте, да, сколько там, ну, даже пусть тысяча будет, да, в секунду, да, то есть, при этом это идет именно транзакции, включаемый в блок. То есть если у вас поток транзакций такой, что вам нужно тысячу в секунду проводить транзакции, и вы упираетесь в этот поток, особенно касаемо процессинга и прочее, это очень хорошая проблема. Надо радоваться этой проблеме, потому что тогда значит, что у вас в плане финансовых потоков все супер. По-моему, даже этих цифр нет у PayPal. Ну, да. Поэтому внутренне… Секунду. Мы говорим про секунду в блок. Ну, посмотрите, да, сколько… Мы можем открыть там, да, посмотреть, сколько сейчас транзакций публичные. А давайте по бизнесу какие-то вещи, еще вопросы есть? Давайте вот разделим немножко, может, Алексей отпустить тогда, чтобы… Алло. Да, есть интеграция. Есть в основном не интернет-магазины. Интернет-магазины мы планируем подключать. Прямо сейчас разрабатываем плагины для быстрой интеграции, Magento, PrestoShop, например, и так далее. Конкретно есть интеграция с различными инвест-фондами. И так далее. Спасибо. Спасибо. Дело в том, что процессинг, который мы предлагаем, исключительно криптовалютный идет. Мы не делаем обмен на операции абсолютно никаким образом. Это значит, что если человек конкретно заплатил, допустим, один биткоин, он может претендовать на один биткоин в данном случае. Крипту. Конкретно крипту. Да, мы не делаем обмен, мы абсолютно этого не касаемся, это не наша история. Соответственно, тут уже упрется все в честность продавца, то есть то, что он обязуется вернуть эти средства. Ну, а раз он уже существующий какой-то субъект хозяйствования, ну, то есть тут уже вопрос регулирования, я думаю, тоже могут быть. То есть это выносится в бизнес-область уже. Да, мы тоже сотрудничаем с ним. В Австрии. В Беларуси криптовалюта – неплатежное средство. Порядки. Ко мне вопросов больше нет, коллеги? Если появятся, я здесь на месте. Спасибо всем за внимание. Давайте поаплодируем немножко. И у вас вот был вопрос. Ну, вот что показывал Quorum, да, у нас Quorum. Ну, просто BFT там есть. Ну, мы проанализировали, то есть я рассказал как бы вводные, да, какие-то моменты, то есть именно то, что у нас в принципе устроило, да, то есть жесткая интегрити с семи данных, которая обеспечивается именно платформой, именно Этериумом. То есть как они хранятся в сути. Если мы полезем вглубь, мы найдем, да, что там есть Patrice, Merkle 3, там все эти дела, да. То есть… Да. Вот. Но смысл в том, что при каждой следующей транзакции у вас будет все равно проверка идти, да, то есть последующая именно интегрити с самих данных. То есть у вас просто в конечный момент, если кто-то влезет в данные и поменяет, у вас вылетит нода, да, то есть вы это увидите. А в остальных платформах немножко не так. Если касаться корды, это будет база данных просто лежать в основе. Если касаться Hyperledger Fabric, тоже база данных стоит, будет лежать в базе. И не будет проводиться никакой проверки интегрити постоянной с каждыми транзакциями. То есть тут мы уже уйдем именно в детали хранения самих данных, да, то есть то, что там в основе используется та же LevelDB, но если мы посмотрим в структуру хранения, да, то есть там есть, получается, именно корень, да, то есть в Merkle 3, да, то есть есть root, то есть он будет постоянно меняться при каждом обновлении данных. Соответственно, у вас просто в конечном итоге у вас не сойдет, не сойдут, ну, если кто-то что-то поменял там, да, у вас не сойдутся эти данные при, ну, при, ну, то есть, скажем так, кто-то сделал запись какую-то, да, туда. То есть у вас просто произойдет, ну, развалится все, да, то есть нода развалится. Ну, базу поправите что-нибудь, да, внесете данные. Ну, а при следующей транзакции что произойдет? Что произойдет с данными? То есть вот вам пришли, пришла транзакция, там, сделать запись такая-то туда-то, туда-то, где-то в мэппинг какой-то, что произойдет? Вдруг. С большими деньгами, то есть, во-первых, у вас уже нода, то есть у вас уже как бы идет, как это, согласование данных в конкретной ноде, у вас эта нода, то есть она будет уже как не толеретит, да, то есть ее проверка уже не сработает, соответственно, в рамках консенсуса она не будет участвовать, то есть она покажет другой результат, то есть это как, ну, именно задачи генералов, да, что есть какие-то ложные генерал, который говорит, нет, тут другое что-то, соответственно, вот, она не сойдет, соответственно, вы это увидите, то есть вот для вас будет полное прозначение, что, о, что-то случилось тут, да, то есть что-то случилось с нодой, то есть она почему-то дала вам не то, что дали остальные ноды. Ну, вот, ну, где, где, ну, да, то есть, там, не знаю, возьмите, давайте, там, для порядка, ну, можете в ВВСе развернуть, сколько одного ядра какой-нибудь хватит, там, спокойно, пару гигабайт оператив. Как, ну, дайте запустить. Ну, тут вопрос администрирования уже, да, то есть... Нет, ну, естественно, ни в коем случае не надо делать локально, то есть это, как минимум, у вас должен администратор создать разные машины, это разнести по разным машинам, строить правильно именно таблицам все маршрутизации, да, то есть чтобы все ноды видели друг друга, ну, и в плане производительности. Ну, то есть, скажем так, у нас это вынесено уже именно в сторону администрирования, то есть команде админов, которые этим занимаются. Поэтому, ну, банально можете посмотреть, да, если мы запустим какой-то там ГЕС-клиент именно для работы с публичной сетью, ну, вот его требование, то есть пару гигабайт оперативной памяти и как минимум одно ядро. Вот, это для одной ноды. Ну, соответственно, вы создаете там... Ну, там же немножко другая структура, да, то есть специальная, да, то есть там key-value-хранилище по сути используется, да, то есть level-db. Поэтому сильно она там падает, ну, то есть ей некуда падать сильно. Поэтому, ну, тоже упирается все именно в ваши задачи, насколько, для чего она. Ну, не, он случится неизбежно. На самом деле шардинг случится-то, да. Ну, да. Еще вопрос? Ну. Ну, вопрос, смотрите, вы выстраиваете приложение или вы в данном случае есть ноды, которые могут отвечать за консенсус, они могут быть, например, относительно рядом, а ноды, которые не являются валидаторами, в терминах консенсуса eBFT, eBFT протокола, есть понятие валидатор. Вы можете добавлять валидаторы, соответственно, все ноды остальные должны проголосовать, да, мы добавляем, и удалять валидаторов. Так вот, у вас есть некий пул валидейшн валидаторов, есть обычные ноды, которые не принимают участие в консенсусе неким образом. Ну, просто вы, они отправляют транзакции в полу валиде. Поэтому вы можете выстраивать, что ваше приложение может иметь ноду у себя где-то рядом, даже локальную желательно. Вот. И оно уже связывается со всеми остальными, те, что отвечают за консенсус. Вот. И, ну, тут, конечно, тоже будет упираться в скорость, где те ноды, где, где, где это. Ну, например, так. Но, опять же, это зависит уже от тех задач, которые лежат у вас конкретно в блокчейне и конкретно в приложении. То есть тут уже нет универсальных методов, тут надо просто, ну, как это? Смотрю. Ну, если много отвалилось, консенсуса не будет. Все станет. Ну, все. Ну, смотрите, то есть вы должны поддерживать пул ваших validation нод в работоспособном состоянии. Ну, то есть это задача администрия. Ну, а что если происходит, если один сервер есть, он завалился? То же самое. Ну, вы можете там балансер в случае с рафтом, где лидер есть, который говорит, который говорит, я подписываю все блоки и все, переходят лидершип к другому. Но тут протокол слабый сам по себе. То есть у вас и форки могут быть, и могут лидера взломать. Вот. Поэтому здесь вот такие нюансы. Не, не обязательно. То есть у вас просто получается так, что, как представить, то есть, что часть нод, ну, то есть будет состояние разное, то есть, ну, потому что сетевая задержка есть. Вот. То есть в таком ключе. Да, то есть у вас нету абсолютной вот этой финалити транзакции, то есть именно поддержки, ну, то есть то, что у вас протокол должен гарантировать вот эту консистенцию, так называемую. То есть есть так называемая, как это, CAP-теорема. вот это именно из разработки. То есть именно EBFT, это как раз-таки про консистенцию, что у вас все время, вы четко знаете, это точно доказано, что у вас будет четкая цепочка, одна единственная, без всяких форков, без нифига, ну, без ничего такого. Вот. Еще вопросы? Новый контракт. А эта задача как раз-таки апгрейдабилити идет здесь. С точки зрения Этериума есть подходы, вот, они были предложены, то есть там экспериментировали, ну, по-различному. Один из самых таких нормальных подходов это использовать Delegate Callы, что они предполагают, что у вас есть некий базовый контракт, который является роутером, есть контракты, которые вы деплоите. Так вот, State будет привязан именно к этому базовому контракту. И у базового контракта есть метод SetNewContract, уже задеплоенный тот, то есть у вас есть там первая версия, вторая, третья. Вы делаете ей Set и указываете адрес вновь задеплоенного контракта. Получается, что у вас State привязан именно к этому контракту, и вы фактически обновляетесь, ну, условно, заем это ссылку именно на обновляемые контракты, но вновь задеплоен. Но там есть нюансы по структурам. Есть нюансы. Можно добавлять туда, да, то есть, да, там есть именно порядок, важный порядок добавления. Вот, если вы хотите там что-то полностью поменять, то вам, скорее всего, придется сделать самому процесс миграции, перенести данные из одного контракта в другой, используя какой-нибудь внешний раннер для этих целей. Вот такое ограничение есть. Но это плата за то, плата за вот так называемую integrity, за вот, за то, что у вас, получается, нету единой точки отказа за вот, ну, за эти бенефиты, которые дает вам, в принципе, внутренний блокчейн. Это необходимая плата, к сожалению. Нам хотелось бы ее избежать, но не получается здесь в Ethereum. Нет, в миграцию я имею в виду, что вот у вас есть контракт А, контракт Б. Вот в контракте Б что-то реализовано по-другому. Мы должны сами озаботиться о том, как данные из контракта А, что с ними сделать, и как их перенести в контракт Б. В общем случае, их нету, то есть это же зависит, считайте, что у вас есть одна таблица в базе данных, и есть совершенно другая таблица. Ну, какое здесь может быть общее решение? Вы каким-то образом определяете, окей, мы эти данные используем, а это выкидываем, например. И вы, соответственно, сделаете методы в контракте вашем, которые позволят вам что-то туда запихивать. Ну, то есть это как и с базами данных, то есть нет общего решения. То есть все зависит от того, как вы уже здесь напишете. В плане, однако, другой. Я имею в виду таблицы. То есть у вас есть две таблицы. Таблица А, таблица Б. В одной одни данные, в другой другие. Что-то с ними. То есть у нас есть там фамилия, имя, а в другой таблице новой есть просто full name. Вот. Вы хранили так, теперь хотите хранить так. Или наоборот, неважно. Так вот, чтобы вам сделать миграцию, вам нужно, получается, фамилия и имя сконтиннировать и положить ее в новую ячейку. Соответственно, здесь вы будете делать то же самое. Ну, вы напишите один, ну, у вас есть контракт, вы напишите второй, напишите скрипт, просто, который будет читать все оттуда, если контракт позволяет это делать. Ну, можно немножко по-другому это делать. И будете вызывать там метод какой-то в новом контракте, там, add name. Да, да. Ну, тут уже, да, от логики зависит, как вы напишите. Пожалуйста. Я разрядился? Раз, раз, раз. Когда речь о публичном блокчейне, да, то понятно, что мы не можем захватить даже там, даже половину нод, да, существующих во всем мире. И за счет этого достигается безопасность, то есть мы не можем скомпрометировать данные, да. А когда речь идет о публичном блокчейне, о private блокчейне, да, вот фактически вы распространяете свое клиентское Java-приложение, да, вы раздаете своим клиентам Java-приложение, которое стучится к вашим, допустим, семи нодам. Правильно? Ну, например. То есть теоретический клиент может, как сказать, декомпилировать ваше Java-приложение, излечь оттуда DNS-ы всех семи нод, да, и если он может взломать одну, то он точно так же может взломать и больше половины, правильно? То есть таким образом он может, ну, вполне себе скомпрометировать данные, и вы даже ничего не будете знать. Правильно я понимаю? Ну, смотрите, да, то есть получается у вас, как бы, ну, если так сказать, база, есть какой-нибудь адрес один конкретный, то есть вы там ломаете один сервер, да, то вам получится семь нужно взломать, например, у нас есть семь нод. Вопрос, в какой последовательности вы будете это делать, да, то есть вы начнете одну ломать, вторую, то есть между этими уже идет интервал времени. То есть в какой-то момент консенсус не случится, то есть вы увидите, что блоки перестали генерироваться, например, ну, вернее, добавляться, в цепочку блоков блокчейн. И, соответственно, ну, это может являться сигналом, что кто-то производит, ну, какую-то уже не просто атаку пытается что-то делать, а реально ломает вашу сеть. Ну, конечно, если он захватит все ноды, ну, как в случае, если бы он захватил, атакующий захватил сервер ваш, то здесь, да, тут уже получается, что, а что мы можем сделать, если атакующий взял, у вас всю сеть забрал под себя и начал там что-то менять. То есть… Тут уже задачи администрирования сугубо вступают в силу. Их никто никогда не отменял. Но фактически получается, что приватный блокчейн немногим безопаснее, чем просто база данных. Ну, по-другому, да, здесь немножко… Нет, а если все ноды лежат на калейду, к примеру, да? То есть все семь нод лежат на калейду. Если я могу сломать одну, то я могу и семь взломать. Ну, это, я же говорю, задачи администрирования. Не делайте так и не давайте доступ рута одному и тому же человеку. То есть их лучше разделить в данном случае. Настрой. То есть, да, больше задач администрирования сводится, но тем самым вы обезопасите то, что у вас не будет единой точки отказа здесь. А как их можно разделить? Ну, как, берем, говорим, Петя, ты разворачиваешь три, Вася, ты разворачиваешь две, а там, а там, Толик разворачивает одну. И они друг друга, например, не знают. Но общий админ всея, всея компании знает их, например, да, или еще как-то. то есть, и они независимо разворачивают. Есть некие политики, которые позволяют, мы настраиваем так, чтобы они видели друг друга. Если есть компания, которую подключаем, мы еще отдельную ноду закинем, которая будет видеть наши ноды и будет с ними синхронизироваться. Она не будет участвовать в валидации никаким образом. Она будет просто иметь возможность посылать транзакции нам в сеть, читать данные, которые там приходят, ну, например, так. Это уже задача, то есть вы можете как ее сделать? Написать такой же даб, который бы на базе какой-то конкретный или несколько нод опрашивает и смотрит. Ну, как вот здесь пример был, как вот в эксплорере. У нас транзакции валятся, то есть тот же самый инструмент аудита можно смотреть действительно, что у нас идет, идет цепочка непрерывно, транзакции существуют, вдруг кто-то не сходится в консенсусе. Это все можно написать, именно использовать те конкретные ноды, то есть некую систему, да, именно для мониторинга. Ее тоже никто не отменял. Правильно ли я понимаю, что лучше выбирать, если уже выбирать платформу as a service, то лучше как бы выбирать несколько, и на каждый диплой там. Ну, для продакшена лучше, если у вас есть администраторы, да, то есть лучше именно у себя это делать, то есть по моему личному мнению. Вот, как платформу, ну, это вот я показал, как некий такой песочницу, да, именно для разработки, то есть ее рекомендовать пока использовать, ну, наверное, не стоит. Хотя там есть понятие консорциума, что получается, они правами можно задать то, что что-то принадлежит одной части, то есть, ну, именно стороне что-то другое, что-то третьей, то есть ноды именно конкретные, вот, или доступ, вернее, получают конкретные вот эти участники консорциума. И, ну, опять же, если кто-то там ломает каким-то образом колейда, вот тут уже, извините, поэтому тут оценка рисков в зависимости от того, что, ну, что за, что за, что за задача конкретная здесь. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопрос? То есть, в теории, если мы получаем доступ к нодам, мы получаем доступ к самой базе, правильно? Ну, ну, формально, да, то есть, считайте, у вас вот распределенная база данных, то есть, вы получаете доступ ко всем нодам. Может быть, на эти ноды завязано какое-то приложение. То есть, эти ноды участвуют, получается, в консенсусе. Но, опять же, то есть, если так представить, как бы, как вот будет себя вести атакующий, ну, вот он завладел всеми нодами, да, что он будет делать дальше? То есть, ноды… вопрос другой. Вот он получил доступ конкретно к данным. Ничего не меняет, но считывает и забирает какие-то приватные данные. Ну… Условно говоря, у вас там охраняются имена, фамилии и контакты. Ну, а, то есть, имеется в виду утечка, то есть, именно на таком районе. Ну, вот у Quorum есть реализация именно приватных транзакций. То есть, что у вас есть public state, есть private state. То есть, private state, он, получается, прочитать тот state, сможет только обладатель, ну, скажем, когда указывается транзакция, указывается адрес, кому она адресована. Да. Адреса даже, То есть, можно сказать, несколько. Вот. И, соответственно, ну, то есть, прочитает только тот, тот конкретный, может прочитать тот… В общем, есть решение, да? Ну, да. То есть, это вот… И еще такой вопрос. Сейчас в мае ввели политику безопасности данных, GTPR, или как это называется? GTPR, Да. Как вы с этим боретесь, учитывая, что вы работаете как раз в юриспеденции Европы? Ну, если касаться процессинга, у нас нет данных таковых, вот здесь касаемо блокчейна, то есть, их, ну, тут какие-то адреса есть просто у нас фактически в рамках блокчейна. То есть, цифры условно? Ну, условно, вот есть адрес, а кому он сейчас соответствует, это уже, ну, кому он соответствует. Есть какие-то решения вообще в этой области? Честно говоря, я, как бы, относительно этого вопроса не сильный эксперт, поэтому, ну, тут не подскажу ничего. То есть, именно касаемо GDPR, есть решение, да, то есть, как бы, ну, было дано большое количество времени на то, чтобы многие адаптировались к этому, мы прорабатывали этот вопрос, то есть, касаемо GDPR, вот, ну, касаемо, вот, это из конкретной вещи, задачи, то есть, здесь, как бы, ну, я тут ничего не доп... В теории зависит от того, что хранить, да? Конечно. Соответственно, если хранить то, что надо удалять, блокчейни... Ну, опять же, мы, ну, ну, как, если вы имеете возможность ее хранить даже, то есть, тот же вопрос, там, как это вы... Как там есть разделение, То есть, есть оператор данных, там, кто имеет возможность хранить, кто-то имеет возможность ими пользоваться, там, по-моему, как-то так разделяли, да? Не уверен, то есть, ну, тут... Основная идея о том, что надо иметь возможность, дать возможность удалить эти данные. Тогда персональные данные, да, то есть, лучше вынести куда-то, ну, каким-то отдельным образом. здесь по требованию да конечно новость блокчейна по требованию тут не получится вот не очень понял касаемо слабо зашифрованы не связаны это это не связано никак с майнингом майнинг это сугубо алгоритм консенсуса на да то есть тут несколько алгоритмов консенсуса тут нет нету связи что там как зашифрованы и прочее то есть такой связи нет маманин валиды еще но да это те же майнеры то есть вот в концепции proof of assolity называется силеры то есть а здесь именно валидаторы и бифт ну что вопросу больше нет давайте тогда поблагодарим нашим спикером был вадим комчик спасибо меркели он спасибо спасибо ну и сейчас довольно таки сложная задача давайте выберем все таки двух самых активных участников она уже думал один два билета такая непростая задача